Отчет об исполнении бюджета ГГУЗИ за 2016 год был обсужден в ходе публичных слушаний, состоявшихся в Камрате. Исходя из данных, по сравнению с 2015 годом в ГГУЗИ увеличился процент собственных доходов. После ознакомления с отчетом заместитель председателя Народного собрания ГГУЗИ Александр Тарнавский попросил ответить, чем вызваны низкие показатели полученного налога на акциз. Кто-то сможет объяснить, почему ГГУЗИ так мало поступает акциз, всего лишь 600 тысяч. У нас что, виноматериалы не являются по акцизам товаров или для внутреннего состояния не оплачиваются акциз? Я просто для себя хочу узнать. В эти годы, когда самое большое начисление и выплата акцизов, это в основном 2012 и 2013 годы, из-за того, что работал крупноэкономический агент, который достаточно большую сумму в акцизах платил, плюс к этому работал больше на внутренний рынок нефтеперерабатывающий завод «Камрад». После того, как спиртзавод, не будем сейчас говорить какой, перестал работать, соответственно, уже выпали эти доходы в виде акцизов. В 2015 году у нас вообще не было поступления акцизов, в основном из-за поступления нефтепродуктов. Они начали больше перерабатывать внутреннего сырья и, соответственно, продавать здесь на внутреннем рынке появилась сумма акцизов в размере 659 тысяч лей. Это только за счет одной компании. Депутата Народного собрания Гагаузии Виталия Чебану такой ответ не удовлетворил, и он запросил данные для ознакомления. У меня есть некоторые данные, связанные с потреблением электричества, газа. И у меня создается впечатление, что мы производим некие спиртосодержащие или даже спирты на территории Гагаузии. И когда я слышу акцизов 600 тысяч, и по сравнению с 2015 годом, где ухватил только один экономический агент, и вы плавно говорите о нефтепродуктах, то я думаю, что совсем было бы... Я лично хотел бы спросить, могу ли я получить такие даты? Запросите их? Да. То есть публично их нет. Даже тот отчет, который предоставлен мне как депутату, и тот, который вы сегодня сделали, он все-таки не везде сходился, и окончательная часть сегодня сходилась. Поэтому я бы хотел, чтобы предварительно, прежде всего, какие службы не состоятся, выдавали нам полный отчет, то, о чем мы сегодня будем говорить, чтобы не приходилось на ходу думать о том, что можно было бы спросить. Также депутат отметил, что на подобных заседаниях в обязательном порядке должны присутствовать представители налоговой службы. То, что отсутствуют депутаты, присутствуют как минимум два вице-председателя народного собрания, и я как представитель бюджетной комиссии, я думаю, что мы доведем до депутатов то, что здесь слушалось. А вот то, что отсутствует налоговая инспекция, это, конечно, у меня лично, кроме возмущения, ничего больше не вызывает. На столь важное обсуждение, на столь важное, как в 16-й год, они могли бы, наверное, поприсутствовать на таком важном порядке. Далее последовали и другие вопросы от депутата. За последние полгода у экономических агентов провели свыше 500 проверок. А вот госпредприятия, вот это проверили, или акционерное общество, то есть они там сидят неэффективно управлять нашими деньгами. И я еще раз публично прошу, что мне все-таки передали список предприятий, подвергнувшихся проверке за период 2017 года. Как отмечает Виталий Чабану, всех ответов на свои вопросы он не получил. Вопросы вы слышали, которые я задал. Ответы мы пока на них не получили. Как только мы получим, то обязательно представим свой отчет президиуму, представим другим депутатам и уже выскажемся о 2016 году. Согласно представленному отчету, по сравнению с 2015 годом, расходная часть бюджета возросла на 43 миллиона 868 тысяч 700 леев. Также возросли и расходы на социальную сферу более чем на 30 миллионов леев. Продолжение следует...